Намаскарам, Садгуру. Если время относительно, можем ли мы путешествовать во времени? Итак, вы хотите попасть в прошлое или будущее. Разве это не самая большая проблема, что люди путешествуют во времени внутри себя? Они пытаются жить тем, что произошло 10 лет назад, или тем, что может произойти послезавтра. Не нужно искать путешествий во времени. Это и так большая проблема. Но сейчас вы спрашиваете не об этом. Вы хотите знать, что произошло в прошлом? Или вы хотите знать, что произойдет завтра? Когда он сказал, пожалуйста, расскажите что-нибудь обо мне. Он хотел сказать, почему бы тебе не совершить для меня путешествие во времени, и не рассказать, что случится завтра? Да? Да, вот и все, о чем он просит. Так что мне придется надеть костюм астролога. Свидетели, если вы выходите за пределы своей физической природы, для вас не существует времени. В индийской культуре есть выражение «трикалагняни» — тот, кто знает прошлое, настоящее и будущее. Это не значит, что он путешествует во времени, как в голливудских фильмах, где все было воспринято неверно, логически, буквально. Я говорю это потому, что они всегда пытаются понять все буквально. Если мы скажем, что есть «трикалагняни», они скажут «О, кто-то путешествует в прошлое, настоящее и будущее». Я хочу, чтобы вы знали, этот момент — вечность. Вопрос лишь в том, живете ли вы поверхностно, или у вас есть глубокое переживание того, что происходит сейчас. То, что вы считаете прошлым, будущим и настоящим — это одно событие. Это не три разных события, это не три разных измерения, или три географических положения, в которые можно войти и вернуться. Использование слова «путешествие» подразумевает передвижение, не так ли? Я путешествую из точки А в точку Б. Я не могу путешествовать из точки А в точку А, из точки А в точку А. Это невозможно, если только я не хожу по кругу. Сейчас, говоря о прошлом, настоящем и будущем, вы говорите о тройном А. Понимаете? Это ААА, это не АБВ. Время в йогическом восприятии, которому в конечном счете современная физика, надеюсь, придет, это базовый аспект творения. Благодаря времени существует гравитация, благодаря гравитации и все остальное. Проблема современной физики заключается в том, что достаточно хорошо изучены другие силы, но непонятно, что такое гравитация. Гравитация является следствием времени, а не наоборот. Поскольку существует время, существует гравитация. Гравитация, само слово время, возможно, не вызывает в вашем уме такого образа. Слово на санскрите обладает верным значением — это кала. Кала означает две вещи — время и пустоту. Что означает кали? Сейчас речь не о дави. Это пустота. Кала — это тьма. Кала означает время, но также пустоту. Если дать этому воплощение, мы будем называть это Шива. Итак, мы говорим о времени и пустоте, о времени и небытии, как об одном и том же. Поскольку существует время, существует и творение. Поскольку есть творение, есть и гравитация. Для поддержания целостности физического мира в этой огромной калии вам нужна какая-то сила, которая будет удерживать все вместе. Гравитация возникает только тогда, когда время изгибается определенным образом. Время — это ничто. Время — это пустота. Она может изгибаться. Когда оно изгибается, начинается физическое измерение. Если оно не изгибается, физического не существует. Поэтому в духовном процессе вы пытаетесь выйти из изгиба, потому что любой изгиб в конечном счете замкнется в круг, не так ли? Поскольку вы ощущаете время как следствие кривой, которую оно приняло, вы понимаете время как периодичность вращения планеты, луны, солнца и всего остального. Но когда мы говорим «кала», мы говорим о времени в более фундаментальном смысле. «Это пустота — это ничто. Время — это чистое пространство». Современная наука говорит о времени и пространстве как о двух разных вещах. Мы же говорим о времени и пространстве как об одном целом. Проявленный аспект — это гравитация. Несуществующее, неощущаемое присутствие — это «кала» или «калий». Пустота, время, тьма, как бы вы это ни называли. Все это символизирует одно и то же. Так что, если кто-то путешествует во времени, он сошел с ума. Правда. Я знаю, что об этом даже написаны книги. Пожалуйста, не принимайте все на веру. Я хочу, чтобы вы поняли. Допустим, научное сообщество выдвигает новую концепцию или появляется какая-то новая философская концепция. Мгновенно об этом напишут 100 авторов. Первые 80 из Америки, следующие 10, возможно, из Индии. Они будут писать книги о том, как они ощущают эту концепцию, то есть то, чего, возможно, даже не существует. Будут написаны мощные книги. На них вырастет одно поколение, и затем концепция умрет. Следующее поколение даже не услышит о них. Книги, популярные в 70-е и 80-е годы. Текущее поколение даже не слышал о тех вещах, которые полностью сформировали психику тех людей. Так что эта идея о путешествии во времени, околосмертные переживания — это все популярно. Советую вам написать книгу. Она будет хорошо продаваться. Вы заработаете на этом. Если речь идет о вашем выживании, напишите что-нибудь. Но если вы искатель, не забивайте себе головы ерундой. Вы потеряетесь в этом. Не путешествуйте во времени, потому что это невозможно. Время, каким вы его знаете, существует только благодаря вашей физической природе. Если вы действительно хотите познать глубину времени, если вы хотите познать Калу, которая удерживает все вместе, вы должны создать расстояние между собой и своей физической природой. Тогда вы познаете Калу не как три измерения — А, Б, В, а как три А, наложенные друг на друга. Тогда вы не будете пытаться путешествовать. Произойдут сдвиги в ваших внутренних измерениях. Это будет не психологическое понимание времени. Не в контексте того, что произошедшее вчера — это одно, сейчас — другое, а завтра — третье. Это не три разные вещи. Вообще-то, если, сидя здесь, вы представите все, что произошло вчера, это произойдет сейчас, не так ли? Да? То, что может произойти завтра, произойдет прямо сейчас, если у вас достаточно мощное воображение. Вот почему люди страдают от того, что произошло десять лет назад, и от того, что может произойти послезавтра. Да? Они наслаждаются и страдают от того, чего не существует. Так что, пытаясь совершить путешествие во времени, вы потеряете рассудок и будете считать это реальным опытом. Психологическая драма, которую вы создаете в виде мыслей и эмоций — это не жизнь, а ваш плохо срежиссированный фильм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова